Субтитры создавал DimaTorzok 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 Меня убило другое, друзья Вот мы с вами беседуем Даже, видите, спорим Даже есть неудачи Но самое-то страшное другое На них никто не посмотрел Нет, ну как, глазами прошлись Вот, а там было написано Желез Валерий Константинович На соседней тарелочке такой Ну, как тарелка, ваза Было написано Байкалов Понимаете, Железов, Байкалов И вот, и было написано Шушенский район И было написано Абакан Где мы живем Вы представляете Сотни участников Ни одному Кто с это Ни один не задал Ни один вопрос Вообще Как будто их нет на свете Они никому нахрен не нужны Извините А теперь смотрите сюда Вот А, это я буду потом рассказывать Видите Ольга, вы написали В результате исследования Ложность теории Вегетативной организации Была провернута Это она процитировала Одного из этих самых Мягко говоря Ну, назовем врагом Мичурина Наличие вегетативной организации Не подтвердилось Вегетативная организация Это же наука Вы, современные ученые Кандидаты наук Вы что, с глузу съехали, что ли? Я уже на украинский перешел Потому что в русском языке Уже слова не хватает Это кто? Мичурин? Это что, не Мичуринск? Это что, не ИНСИО-институт? А на трибуне Ирина Александровна Савинич И то же самое Видите, объекты исследований 15 сортов абрикосов И ни одного вопроса И никому нахрен не надо В лучшем случае дремлют Вот современная наука А почему? Из-за вас Понимаете? Мичурин Лжец Мичурин По-вашему лжец? А для чего Его фотография здесь? В 21-м году Сейчас тут я немножко отвлекся Сейчас У вас смешанный сад Как близко? Побавиться сложить близко Да, солнца хватать не будет У меня это получилось хаотично По той причине, что Это бывший питомник Какой-то не купили А какой-то Показался подозрительный Мне А какой-то был кривой горбатый И хорошо, что его не купили А у меня он прекрасно Оказался Только что Внешний вид подвел Что кривой горбатый А плоды не кривые, не горбатые Выдающиеся Видели вы когда-нибудь плоды Абрикосов 120 грамм? Так Мезинов, Олег Добрый вечер Странно, что у многих стран Слабые сходы Статифицировал сам Абрикосы, груши Восемьдесят процентов Так, ну, Олег Вы уже На уровне академика От слабой сходы Так Владимир Из оказанных Сидатом году У вас косточки Виши Жуковской Ни одной не взошли Да Я в таких случаях говорю Чтобы не наступать На грабли И раньше говорю Вспоминайте Не хотите рисковать Рискуйте половины Одни осенью Другие весной Чего ждать Всю жизнь Ну, Вик Владимир Ну, все Не ждите Что я могу сказать Как вас убедить Ну, год-то хотя бы Подождите Вот Если вы действительно Так отчаялись ждать Если грушу Привал Позапрошлый Да так в этом году Вижу этот привал Плоды Вот Все прекрасно Прививка Яблони на грушу Есть и шанс Выжить яблони Подвойная груша Выживет Сто процентов Пока рост яблони На грушу Нормальный Я не знаю Дело в том Что я привал Груши на яблони Да и то У них век покороче Ну, я привал Как скелетные прививки А чтобы целиком Я попробовал Сделал Что привел Груши На яблони Сибирки На сеянце И у меня Получился Крах Ну, то есть Зря потерял день Потом еще Хоть как-то Тяпать надо было Как-то ухаживать Вот Ну, что я скажу Значит На дикие Яблони Груши не идут Она культурная Ну, вот Вы нам и скажете Чем дело кончится Так Вишни тоже не взошли Триста двадцати Но погибли Точно год такой Потому что Абрикосов тьма Груши, сливы Все растет Вишенок нет Это не я виноват Не ВК А природа У меня такое подозрение В этом году Что-то аномалия Я всегда считал Это дальше будет Метафизика Что у деревьев Особенно у семян Есть связь с небом Не только с почвой Но и с небом Небесные случаи у меня были Ничего я не мог сделать Один год Посадил Семена У меня все одинаково Я вот как Научился делать Так и вас учил Два месяца Центрификации Посадил груши Посадил тысячу Такое впечатление Что в это Взошло две тысячи Несколько лет Кончились по двое Через несколько лет Посадил Тысячу Ни одна не взошла Ни одна Понимаете Все одинаково Как к этому Да и почва Та же Место почти тоже Но второй год Сплошной Ковер Зашли Ну Слава Богу Теперь подвой есть Проходит несколько лет Кончились Грушевые подвой Сажаю И Не взошли На следующий год Ну ничего Еще годик подожду И опять не взошли А дальше уже Перекопал Уже все То есть три варианта Все взошли Взошли на второй год И третий раз Не взошли Ни на первый Ни на второй год Все три варианта В чем моя ошибка Если меня пытают Говорят Олег Крисович Вот подскажите В чем я Что я делаю Не так А что Кто меня подскажет Я своими руками Получил три варианта Ну еще вариант Подзимный Подзимный Посев Как вариант Остается Так Тимур У меня участок Семьдесят процентов Близко глина Если посадить На холм Дерево Который Стержевой корень Не стоит Надеяться На хороший результат А знак вопрос Если даже Серви переработает Верхний слой Ну как сказать Не стоит Смотря сколько Глина Она может пробить Глину И так же расти Вы смотрели Какой слой Глины Ну я во всяком случае В общем Посадил Из принципа Надеюсь На хороший результат Без гарантии Я бы посадил Тарификация Волоха Водельнике Валентина Кто-то Когда-то Сказал Наплевать И забыть Вот Чтобы Современники Наши Чтобы В академике Мирязевка Вот это Было Выпускники Вот это На всю страну Вегетативная Это мой профессор Уже не помню Он мне пришел Черенки Манитобы Первый урожай Вот пять штучек Это Канада Проходит несколько лет Первый и последний Единственное дерево Ну знаете А эти Чуть не назвал Не обозвал Ложья наука Еще раз говорю Вот это Вот Просто Чисто Механические Дания Уважения К этому Ну ладно Все Не буду Давайте Заканчивай Друзья Что там У нас Осталось Сейчас Так Ложность Теории Опровергнута Не опровергнута В том То и Дело Ничего Не доказано Вот Это я тут Как этот самый Своя Своя Болота Куличок Аномальный год Зашло Все Даже Четырикосики Вишни Семешкой Стамбовой Зашло Все Ну тут Елки Что я скажу Александр У него Все такие Зеленые пальцы Как у вас Что за Зеленые пальцы Так А Александр Это Смотритель Фамилия у него Песоцкий Зовут Александр Николаевич Да Он не простой Мужик Вот Он меня может Поправить Может напомнить Может подсказать Вот Вот кого Дайте мне Всеволос На один день Меня Президенты Один день Дальше я сам Сам сбегу Оттуда С дурдома Я успею Назначить Десяток Чек Таких Как Смотрите Ректорами Института Директорами Этих Самых Плоть до Министров Сельского Хозяйства Раз Высшее Образование И науки Два Академия Наук Три Причем Сразу Смог же Этот Самый Мичерин Сразу Стать Академиком Думайте Он Писал Эти Самые Бумагу Переводил Диссертации Ему За работу Дали Все Наверное Все Ребята Нет Тут Тимур Пишет А то Что Зеленые Пальцы Интересно Это Как бы Сказать Лилия Как бы Сказать Это Такое Крылатое Выражение Я бы Не догадался Зеленые Пальцы Смотрю На свои Нюрели У меня Тоже Зеленые Интересно Название Зеленые Пальцы Здорово Придумали Спасибо Так Тимур Спасибо За Вебинар Главный Пусить Ну вот Учитель Володец Спасибо Огромное Вот Ай Владимир За вас Все Столько Так Получилось Что Я Расстроился Я Расстроился Встретиться Вы Здесь Через Год Чтоб Я Еще Был Живой Здоровый И Вас Вдруг Оказалось Все Если Вы Знали Как Это Бывало Пусто На следующий год Все Ломится Ветки Рушатся Потому Что Никто Не Ожидал Рушатся Урожая Ужас Давайте Подождем Ладно Так Но Мы С вами Продолжаем Владимир Спасибо Вам Спасибо За Спасибо Рожево Пишет Ворот Иваново Почему Я Думаю Что Вы Москвич Лили Так У меня Зеленый Пальцем Ну Че Для Меня Это Знак Признания Вот Состав Пишет Владимир Пишет Вот Я Расстроился Так Я Понимаю Так Спасибо Берегите Себя Свою Сад Лечит Да Конечно Лечит Я На это Надеюсь Владимир Тимур Пишет Хорошо Спасибо Ну Кажется Все Кажется Все Мы С вами Заканчиваем Много Интересного Не успел Рассказать Но Я Очень Хотел Как Довести Там Туда Ну Нельзя Так Грабить Народ Ну Ладно Б Эту Пользу Приносило Эту Грабли Эта Листва Собранная Сожженная Ну Была Будь Польза Ну Какой Дурак Придумал Что Это Вред Для Дерев Еще Красоту Создавать Как Лист Осень Упал Лист Оранжевая Желтые Листья Красота Неописуемая Как Можем Бить Людям Голову Что Это Мусор И Всей Страной У Нас Свалки Дикие У Нас Вода Отравленная У Нас Воздух Дышать Нечем А мы Эту Красоту Последние Силы Тратим На Это Все До свидания Друзья А то Я сейчас Расплачу Спокойной До свидания Продолжение следует Продолжение следует